После того, как доски высохнут, они становятся вот такими белыми рейками. Вот они. Потом мы их покрываем лаком и стейном, ну, красим. Они такие становятся. Потом эти досточки мы отпиливаем. Я отпиливаю вот так правильно. И чтобы сделать вот такую рамку. Получаются вот такие рамки. То есть вокруг картин вот такие рамочки. Мы оформляем багетом картинки. Художник-дедушка один из Украины. Вот здесь я занимаюсь нарезкой. Нарезкой рамок под 45 градусов. Вот она, приклеенная доска. Обычный плинтус взял в магазине. Плинтус продается. То есть мне понравился этот профиль. Два профиля взял. Приклеиваю, потом отпиливаю. И получается вот такая вот штучка. Вот здесь нужно аккуратно отпиливать все. Вот, посмотрите, в разрезе. Вот эту часть я приклеил к плинтусу. Вот этот 1 на 2. Вот этот инча к плинтусу. Вот. Вот так вот получаются такие картины. Вот конечный продукт. Конечный продукт. Как выходит профессиональная рамка. В Америке они стоят по 600-700 долларов, чтобы обогетить картинку. Я внутри покрасил золотой красочкой так, под старинку. И вот такая картинка получилась. Как вам красивый пейзаж украинский? Итак, вот это стейн, который мама открывает. Стейн это такая краска. Она с лаком вместе связана. Но потом я покрываю лаком. Ты что сейчас делать будешь? Я ее размешиваю, чтобы равномерно была консистенция. И на второй слой будем крыть, да? Да. Вот эти нам досточки нравятся, но мы хотим их покрыть на второй слой. Все очень просто. Легко делается, только нужно делать, да? Нужно много тряпок. Кстати, я растираю тряпками. Когда вы берете стейн, обмакиваете, потом вот так растираете тряпками, чтобы и доска была более приятная. Конечно, их прошкурить нужно вначале все. Вот. Ну вот такая вот. Обогетчиваем картины. Чтобы были красивые картинки. Все очень просто. Делается. Очень простая технология. Главное, руки боятся, глаза делают. Или наоборот, глаза боятся, руки делают. Вот с этой стороны тоже потеким он. Да, вот здесь. Глубокий деревянный цвет. Итак, мне нужно сделать правильный угол. Самое главное здесь играть с углами. Не перепутать. Потому что обычно люди путают углы. 45 градусов. Идеально должно быть. Ровненько. Выставляем на 45 градусов. Вот так. Больше всего времени берет выставлять. Теперь, если здесь картина будет, то нам нужен угол вот такой срез. И это постоянно нужно играть, поворачивать туда-сюда. Срез должен быть аккуратненький, ровненький. Поближе покажи. Прям туда. Отлично. Вы думаете, о, здесь какой срез неровный. Нам этот не нужен. Это мусор. Вот где у нас нужен срез. Вот такой срез получается. Очень аккуратненький. Очень аккуратненький, ровненький. И перед тем, как его использовать в картину, то есть перед тем, как его приклеить. Давайте покажу сюда. Нам необходимо будет специальным маркером промазать, чтобы на стыке беленькие штучки не выглядывали. Поэтому маркером вот здесь вот так делаем. Специальный маркер, который замазывает дерево. Вот такой stain marker называется. Wood finish stain marker. Я вот так замазываю. И когда стыкуется два кусочка дерева, даже если на полмиллиметра, даже там полметра не пойдет, четверть миллиметра выскакивает, то беленьких пятнышек не будет снаружи. И у вас будет четкий-четкий стык. Посмотрите, вот, например. Вот я с двух сторон сделал. С двух сторон. И вот так, когда как раз стыкуется, она, даже если чуть-чуть сдвинется, она не будет белая торчать снаружи. Ой, жучок ползет. Фокуса нет, я сижу, чё, приполз. Вот. Ну, стряхнем его. Иди сюда. Вот. То есть получается вот такой хороший-хороший стык. Всё.